Это будет чисто личное мнение нашего чатовца, поэтому никаких претензий, никаких предъяв. Хотите спорить, приходите на наш канал. Добро пожаловать, Юрий Владимирович. Благодарю. Прочитал я тезисы, непосредственно вот это я сейчас зачитаю. Насчет общих денег тенденция важная, но нужно что-то делать с чиновниками, казнокрадами, наказывать их до седьмого колена за воровство. Ну а если будет альтернатива евро-доллара, то это будет означать, что СШП, то есть США, уже не мировое доминирующее жандарм. Возможно, появится международная валюта среди стран ЕАС. Уже слухи ходят о том, как будет называться эта валюта, мол, алтын. На что, собственно говоря, я написал коротко. Это ничего не изменит. Без разницы. Доллар, рубль, хоть тугрики, здесь сама система так действует. То есть, что я под этим понимаю? Я понимаю о том, что как бы вы ни назывались, переименовывать бумажки, напечатать один вид, другой вид, или превратить их в этой ситуации в электронный, в любом случае это никак не повлияет на любое государство, на любую страну. Почему? Потому что, как ни крути, в первую очередь, деньги просто платежное средство. Сейчас деньги стали самим товаром. То есть, если раньше была формула, записанная в капитале у Карла Маркса, товар, деньги, товар, то сейчас ситуация сложилась таким образом, что получается или выглядит это как деньги, 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 или товар, товар, товар. То есть, в принципе, между платежным средством и товаром разницы уже никакой нет. Почему? Потому что любыми деньгами можно торговать, что как раз и делается на валютной бирже. То есть, таким образом, получается такая вещь, что как ни крути, пока страна, любая страна, без разницы, будет привязана к международной финансовой системе, она и так, и так сейчас привязывается. Потому что, ну, буржуазное общество, оно так работает, оно по-другому не существует. Вот. Таким образом, получается, что хоть ты как называйся, но ты будешь подчиняться тем правилам, которые есть в этой системе, в этой финансовой системе. И куда бы ты от нее ни пытался уйти, бесполезно, потому что, грубо выражаясь, ты согласился на нее, ты на нее подписался. И ни влево, ни вправо уже никуда от нее не спрячешься. Она такова, какая есть. То есть, для того, чтобы уйти же от нее, нужно создавать полностью свою, свою независимую структуру финансовую, свою независимую экономику, которая будет производить свои товары для себя. Вот. Чем и отличалась, так сказать, советская страна, и не просто советская страна, а совет экономической взаимопомощи, куда входили и страны Восточной Европы, и, так сказать, это и, в принципе, можно сказать, потому что потихоньку все это расширялось. И в Африке были те страны, которые были привязаны к Советскому Союзу, и тот же самый Вьетнам. Ну, Китай туда-сюда, мы его оставим в сторонке. Вот. Потому что он имел свое мнение по этим вопросам. То есть, пример тому, да, именно совершенно другая экономическая система, совершенно другой подход. Там своя финансовая система, по-своему работают финансы, и только в качестве платежа, то есть не в качестве товара. Вот. Поэтому, собственно говоря, еще раз могу повторить о том, что как бы бумажка не называлась, как бы валюта не называлась, как бы она не крутилась, откровенно выражаясь, торгаши-то все равно будут действовать не для того, чтобы был товар, а для того, чтобы получить прибыль и как можно больше. Вот в чем разница. А будет это называться по большому счету доллар или там алтин, рубль там, или еще как-то. Без разницы. На этом, граждане... Подожди, можно я тебя перебью? Вот как раз про алтин. Шла речь об общей валюте для ЕАЭС. Когда-то в самом начале. Но это дело будущего. О том, чтобы это была внутренняя расчетная валюта для стран-участниц нашего союза, вот этого евроазиатского. Как оно будет на самом деле, еще никто не знает. И как оно... Хотят учесть интересы, как бы сказать, всех. Алтин остановились на том, что все-таки Алтин идет давно и на российской территории, и на территории тюркских племен. Поэтому, как бы сказать, на ней остановились. Я вот это хотела уточнить, что это дело будущего, но оно обсуждалось еще во время разработки таможенного союза. И тем не менее, сколько лет прошло, все еще никто не торопится, потому что это очень такой осторожный шаг. И надо внимательно относиться к ведению общей валюты, чтобы ничьи интересы не были ущемлены. Все, спасибо. Я понял. Ну, в любом случае, сколько лет это дело эпопеи не продвигалось, интерес торгашей будет один. Прибыль. А в какой валюте им все равно? Они любую валюту все равно будут покупать и продавать. Ну, производить обмен. Экономическая система, хоть как она будет называться, без разницы. И сама по себе экономическая система от этого не наладится. Положение экономики в любой стране не наладится, потому что для того, чтобы страна была твердо стояла на ногах, она должна по максимуму производить товары, которые ей необходимы, особенно важной значимости, первостепенной значимости. Эти товары должны быть свои. Только в этом случае страна может быть независимой. Вот. Вот такая вот ситуация. Так, сейчас я зачитаю. Элементарно. Комментарий. Элементарно. Поехал мой дядя, к примеру, купил бы машину в России за Алтыны, обходя обмен на доллары. Я же не говорю, что у Алтыны глобально мировая роль. И про банковскую систему не пишу. Понятно, нет вопросов. В этой ситуации все равно будет производиться обмен. И те же самые торгаши машин все равно будут продаваться. Но какой обмен, если она, допустим, покупается, российская машина, ну, грубо говоря, Лада, покупается за эти Алтыны, которые являются валютой внутри государственного использования? Объясняю. Для всех стран. На сегодняшний день та же самая Лада, тот же самый АвтоВАЗ – это не российское производство, не российский товар. И если смотрим, так сказать, более... Юр, ну не передергивай. Лада продается за рубли тоже. Я не передергиваю. Потому что комплектующая, завязка на иностранные деньги, тут есть иностранная составляющая. Юр, я это понимаю, но есть такие экономические операции, которые не нужны простому потребителю. Для этого есть высший эшелон банковских структур, пусть они и собираются. Объясняю. Все прибыли делаются с конечного покупателя. Понимаете это или нет? Прибыль берется с конечного покупателя, а не там где-то наверху у кого-то. Юр, вот ты сейчас и прав, и не прав. То, что ты пытаешься доказать, мне, Кире, Паше, Маше, Васе, да лампочки. Знаешь почему? Потому что это проблема завода. Где найти валюту, чтобы купить комплектующие, какие не достает в самой России. Но я думаю, что это очень быстро сделается самоокупаемым и, как это называется, импортозамещением. Я думаю, что и в России вот-вот начнут выпускать все эти самые недостающие комплектующие. Не все сразу, но нагонят. Были мы самодостаточны? Были. И опять будем. Все, вопрос снят. Ты вот проблему начинаешь из пальца высасывать. Хорошо, сейчас они на доллар обвиняют. Но ты вспомни, как был конвертируемый рубль и как был золотой рубль. В конце концов, можно опять к этой системе прийти. Зачем изобретать новое колесо? Значит, когда золотой рубль при царе был конвертируем, когда его там принимали... Да, причем здесь царь, я про СССР. А в советское время рубль был внутри союзный платежный инструмент. То есть, внутри союза им можно было расплатиться. И за пределами тоже можно было расплатиться. За пределами... Тоже рублем, только немножко другим. В странах СССР был инвалютный рубль. Да. Но, опять же, я же говорю о том, что была своя финансовая система. Она была независима от западной системы. Именно поэтому против Советского Союза стоял железный занавес. Именно поэтому. Потому что это была самодостаточная система. Тебя послушать жить не стоит. Рождаться тем более. Я объясняю свою точку зрения, свое мнение с одной колокольни. Я объясняю то, о чем сейчас не рассказывают. Ни в институтах, ни на площадях, ни по телевизору, ни по радио. Я это только лишь объясняю, говорю так, как это было. Вот и вся разница. А то, что сейчас люди большинством своим привыкли к тому, что сейчас звучит, и как сейчас нынешние вот эти оплачиваемые политики, там все эти аналитики, эксперты все эти, как они сейчас все это преподносят. Я понимаю, что люди к этому привыкли. И во многом они просто-напросто не готовы это слышать, то, что я говорю. Но я говорю свою точку зрения с одной стороны. Так как я ее помню, как она работала. Если раньше предприятие, которое закупалось оборудованием, скажем, я уж не помню там, ну, был шоколад России. Шоколадная фабрика была в Куйбышеве. Вот, шоколад России считался одним из лучших оборудований, там стояло итальянское. И тут Остапа понесло. А начиналось все с чего? С общей национальной внутренней валюты для ЕАЭС. Сейчас объясню. Давай я немножко договорю про эту Россию и закончу на ней. Вот. Значит, ситуация очень простая. Было закуплено итальянское оборудование, насколько я помню. Так же, как и тот же самый АвтоВАЗ. Установлено, но рецептура производства товаров была из натуральных элементов. Вот в чем разница. Сейчас это же, так сказать, не стле контора перекупила эту Россию. И теперь, естественно, против натуральных товаров, когда против нее на рынке выкладывают товар по внешнему виду такой же, тоже сладкий, тоже называется шоколад. Но если натуральный товар, сырье в цене поднялось, а химикаты в цене не повысились, естественно, тот шоколад будет дешевле по карману тем, кто, как говорится, настолько платежеспособен. А до натурального товара уже невозможно. Сейчас же вот я вспомнил, конфеты куйбышские были. Были куйбышские конфеты. Их нету по одной причине. Потому что они требовали, чтобы было натуральное сырье. Натурального сырья сейчас нет. Вот и все. Это у вас нет. У нас есть прекрасная фабрика, называется Рахат. Это алматинский. Так вот, этот Рахат, он, да, конфеты, конечно, цена немножко повыше, чем у общего фона конфет. Но я тебе хочу сказать, что кому я не высылала эти конфеты, это вкус советских конфет. Это натуральный продукт. Ты знаешь, это ваши мышей не ловят, наши ловят. Наши находят натуральные продукты. Согласен. Правильно, хорошо. Но в любом случае, те ребята, которые заинтересованы в зеленых бумажках, они в любом случае будут за них держаться. Так, зеленые бумажки – это не алтын. Мы про алтын начинали. Алтын, он не зеленого цвета. Бодаться можно только в одном случае. Когда страна создает свои товары, о чем, собственно говоря, сейчас разговор. Потому что тот же самый алтын – это тоже будет свой товар. Но этот товар должен иметь под собой подкрепление. И быть не привязан никаким внешним источникам, как сырья, как элементной базы, так и, собственно говоря, финансовой базы. Чтобы это был чисто внутренний товар. Если у вас есть такой, хорошо. У нас, я не знаю, но, наверное, по пальцам пересчитать, где это еще осталось. Почему? Потому что на первом месте встает закон рынка. Покупать там, где дешевле, продавать там, где можно продать дороже. Все. Это закон капитализма. И куда от него никто не спрячется. У нас же в любом случае будут всегда говорить, и здесь, и в Казахстане тоже. Потому что зима в Казахстане тоже достаточно прохладная бывает. Насколько я понимаю. Поэтому здесь вот так вот. Не, Кир, Юра не сознательно уходит от темы. У него просто идея фикс. У него всегда все упирается в зеленые бумажки, в банковскую систему. Он сам банковская система. Он в этой системе круглосуточно находится. У него мозги на этом просто повернуты в ту сторону. Если он начинает про колбасу говорить, он обязательно съедет на плановую экономику. Если он начинает про конфеты говорить, он обязательно дойдет до терминала банковского с зелеными бумажками. Я тебе серьезно говорю. Это любая, любая тема сводится к банковской всякой мишуре и всякой этой... Финансам, да. Вот, пожалуйста. Финансам. Потому что на сегодняшний день у нас на дворе везде капитализм, рынок. А раз рынок, раз это деньги, раз финансы, то о чем может быть разговор? Раз рынок, значит вопрос стоит так. Где прибыльно, там я и вкладываю деньги. О, я про что говорю. Вот, зато капитализма. К нему приди, скажи, что у меня град на огороде помидоры там побило. Обязательно выйдет на американцев и то, что у них, вот они за весь мир закидали зеленой бумажкой. Вот видишь, Алтын называется. Почему? Потому что в конце концов торгаши этим занимаются. Не весь мир. Я же не могу просто-напросто выйти и сказать, все, торгаши... Давай проще. Если ввести Алтын как внутри... Так, валюту внутреннюю... Даже не валюту. Хорошо. Для внутреннего... Внутреннего... Фу. Для того, чтобы ей пользовались страны именно только ЕАЭС. Кто у нас входит туда? Беларусь, Армения, мы, Россия. Кто пятый? Беларусь. Было. Ну, в общем, еще кто-то пятый, два уже вступили. Китай подал еще заявку, Грузия подал заявку. Ну, в общем, много там подают заявку. Вот для того, чтобы эти страны пользовались. Это нас защищает от давления доллара. Это во-первых. Во-вторых, это нас защищает от последствий или вообще кризиса мирового, потому что это все, эти мыльные пузыри, это долларовые накачки. Я помню твои уроки, конспектировала. Поэтому я думаю, что введение Алтына, вот этот кризис мировой, который идет, я думаю, он поспособствует быстрейшему принятию вот этой общей валюты. Но я единственное переживаю, чтобы не было необдуманных и быстрых шагов, а все было взвешено. Как думаешь, вот этот Алтын, выход из ситуации? Нет. Объясняю, почему. Потому что если рассматривать этот Алтын как товар, тогда им будут все равно его будут покупать, продавать. Если рассматривать как платежное средство, что за него можно купить? Все внутри стран. Все, что идет по валюте внутри государства, все должно покупаться за Алтын. Тогда что не устраивает, так сказать, в курсе рубль, я не знаю, там, Тугрик, там, или Тенгейль, там, Драхмель, там, еще что-то? Курс в любом случае по отношению к рублю есть? Ты не понимаешь. Это все равно содержание обменников. Если у всех на руках будет одна валюта, у меня, у Киры, у тебя, у Васи Пупкина в Беларуси, там, у Георгия, там, в Армении, у Тиграна, там, понимаешь, тогда исчезает целая армия ненужного офисного планктона, жирующего вот на этих процентах. И, глядя на все на это, они что, согласятся на этот Алтын? Глядя на вот эти все дачи, они что, будут работать на создании этой финансовой системы? Они будут создавать вид, что создают эту финансовую систему, но создавать они ее не будут, потому что это бьет против них. Там тебе, вон, написали. Читай вслух. Ну, в качестве, так сказать, виртуального оппонента, прочитай. Сам читай. Я кофе пью. Тогда читаю, значит. Лена, читай меня вслух. Если белорус мне продаст Алтын трактор, а я ему нефть и газ, то я вспашу землю, произведу продукт. А белорус заправит свой грузовик, а привезет товар в магазин из Казахстана, к примеру. Казахстан произведет шерсть и восстановит животноводство, из которого нам будет одежда и продовольствие. И это все будет крутиться без долларов. По внутренним ценам. Для америкосов все будет дороже в 10 раз. Нам всем это выгодно. Ребят, еще раз. Я не знаю, насколько у белорусов независимо производство. Я не знаю их комплектующие. Просто-напросто не знаю. Вот, поэтому... Это система бартера, экономического бартера. Это во-первых. Во-вторых, об этом все прекрасно знают. И в-третьих, прежде чем мечтать, надо хотя бы находиться в одном шаге от принятия Алтына. Мы пока слишком далеко. А то, что это должно быть так, это и дураку понятно. А мы через это уже прошли. Значит, во-первых, система построена на одном интересе. Интерес прибыли. Значит, если система будет рушить большие прибыли, а на всех этих валютных курсах большие прибыли, то в этом случае я не ожидаю, что она будет действовать и вообще будет внедряться. Создавать ее будут, потому что на создание этой системы тратятся, опять же, средства. То есть, кто-то на этом тоже делает деньги. Вот и все. Да, все, читаю, да. Есть еще один аргумент в пользу Алтына. На него не действуют санкции США. Не действует сегодня, потому что его нет. Завтра впишут это название в очередной, так сказать, документ, принятый, там, я не знаю, Конгрессом США. Запротоколируют это. Внесут список санкций, контрсанкций. И все. Будут новые санкции. И что, опять в течение, там, десятка другого лет создавать Алтын-2, Алтын-4, Алтын-10. Не, ну что ты утрируешь? Ситуация-то вот в чем. Понимаете? Ну что, систему надо менять, а не то, что, так сказать... Так, все, хватит. Система. Саму экономическую... Сейчас дойдешь. Сейчас дойдешь, куда ты идешь. Экономическую систему надо менять. Подход другой, да, плановая экономика. О, пожалуйста. Но плановая экономика... Что я и говорила? Плановая экономика? Плановая экономика обязательно. Да кто против-то? Только плановая экономика, она возможна при социальном строе. Все. Дальше не продвигаемся в этом векторе движения рассуждений. Я так и понял. Все. Я свое мнение высказал. Слух для всех о том, что хоть ты как называй, но все равно будет то же самое. Для того, чтобы гражданам, людям было нормально, для этого нужно создавать в первую очередь свою экономическую систему и параллельно с этим создавать свою финансовую систему. В этом случае, чтобы все было независимо, но вслед за этим следует автоматически ожидать, что будет поставлен автоматически, постепенно, с нарастанием, так сказать, высоты забора, тот же самый железный занавес, который был против Советского Союза поставлен. Все. Все очень просто. Потому что Запад будет защищаться. А что, нам плохо было за железным занавесом? Ну, кому-то плохо. Кому-то нужны были... Канары. ...смотки. Вот и все. Не знаю, мне ее в нашем шерпотлебе нормально. Меня вполне устраивало. Если я заходил, покупал натуральную рубашку из хлопка, что мне в этом важно? О, опять хлопок. Хлопка сейчас натурального практически нет. Если нужен хлопок в Индию. Ну, яд в этом не виноват. Правильно? Территория Советского Союза. Хлопок, где там, Ферганская долина, да? Там вроде выращивали. Ты пессимист. Я не пессимист. Я наоборот, оптимист. Потому что я вполне верю в то, что социализм можно не то, что восстановить. Это просто-напросто общество. Или война, или социализм. Нельзя социализм восстановить. Я тебе сразу скажу. Теперь нельзя. Его нельзя было восстановить даже в 80-е годы. Нельзя. Только в новом формате. С учетом именно, ну, я не знаю, как это, мелкого бизнеса обязательно. С учетом новых технологий. Нет вопросов. Потому что человек больше не захочет жить на подачке от государства. Нет. Он понял, есть люди инициативные, которые могут себя обеспечить заработком. У них идеи в голове крутятся. А есть те, кто не может. Вот надо равные условия для всех создать. У меня к тебе вопрос. Ты помнишь такое произведение Ильфа и Петрова «Золотой теленок»? Нет. В упор не помнишь? Нет. Понятно. Еще раз повтори. Вот-вот я и хотел услышать это самое. О том, что ты смеешься. Значит, хочу воспроизвести. Как ни крути, это историческая вещь, которая показывает реалии тех лет. То есть, ребятишки пришли, приехали в этот самый городишко, лепят контору, создают контору, которая называется «Рога и копыта». Фиг его знает, чего, откуда. Приходит председатель. Я всегда сидел. Его сажают председателем. То есть, вопрос о том, что при социализме невозможно что-то создать, это выдумки времен перестройки. Понятно? Я думаю, НЭП с его, как вы тогда называли, отступление от социализма, я думаю, там много очень полезного можно взять. Вообще-то там сюжет идет не про период. Нет, я просто, мне к золотому теленку, я вот именно про то время вспомнила, почему-то именно НЭП. Я думаю, если перестраивать систему, то надо очень внимательно разобраться вот с этим явлением НЭП. Я думаю, оттуда очень много можно взять для того, чтобы перестроить экономическую систему плавно, без потрясений в переходный период. Плавно, согласен. Без потрясений, согласен. Но для этого нужна воля общества и желание общества. Для этого нужны инициативные умные люди, которых, извини, в верхушке раз-два и обчелся. Повезло, Путин пробился, а остальные, остальные так где-то и бегают на задворках, типа курьерами не дают развернуться. Утекают мозги. Кстати, утечка мозгов сегодня будет передача. И ребята инициативные, их другие подбирают, их коммерческие структуры подбирают. Ну что поделаешь? Их сейчас так учат. Потому что в госструктуры не пропускают, не пробьются, ребятки. Ну я знаю. Так, ладно, в другую систему пошли. Все? Все, хорошо, все. Все, спасибо Юрию Владимировичу. Это было мое личное мнение. Да, это было личное мнение Юрия Владимировича. Надеюсь, вам оно тоже понравилось. Пока. Все, пока.